Музыка Осень. Грустно. Желтеют листья, опадают, отсветают в цветы. А у меня, смотрите, какие насекомые прилетели. Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители. Случайно зашедшие на мой канал. Те, кто меня смотрят, знают, что я делаю из цемента и подручных средств. Кашпо, фигуры садовые. Много уже всякого я наделала. И все это находит место на моем участке. Не только место, но и применение. Со временем, правда, вот краска облупляется. Но это надо подкрашивать. Хочется еще чем-то украсить. Смотрите, капельки на листе. Вот, и не только всякие. Вот грибы у меня тут растут. Такие мухоморы. Я купила вот такую формочку силиконовую с насекомыми, с красивыми. И хочу сделать на металлических длинных палочках, зацементировать их. Самым сложным оказалось найти вот именно длинные такие вот палочки. Потому что всякой фурнитуры много. Ой, не фурнитуры, Господи, как она называется? Арматуры всякой много. Но она грубая, толстая и никак не подходит. Вот, хорошо, я не выбросила от пляжного зонтика вот эти основания. Но, опять же, это вот еще нужно их оторвать, вот эти. Они никак не поддаются. Вот сейчас будем цементировать. И еще у меня вот есть такой цветочек. Это мой внук, Егорка, уезжал на ПМЖ в Болгарию и оставил мне вот цветочек такой. Вот я хочу его увековечить. Ну что, давайте попробуем. Я развела цемент с песком. Бустой такой. Две части песка и одна часть цемента. Ну и водички так понемножку добавляла. Сейчас надо вот эти все заполнить формочки. Потом воткнуть в них эти палочки. Тут тоже сложность в том, что надо как-то их пристроить, чтобы они ровно стояли. Ну и оставить их кушиться. Не буду отнимать ваше время. Вот я одела шайбочки на кончик, чтобы получше держалось. Сейчас попробую. Ну вот, напристраивала тут, конечно. Ну вот этот посередине цветок не получается совсем поровнее. Ну ладно. Посмотрим, что будет, когда все это высохнет. Будем решать, что дальше делать. Так, ну что, дошла очередь до цветочка. Он потом высохнет, я его покрашу. И будет он стоять. Как живой. Так. Вот он подсохнет, его потом, конечно, может быть, еще придется промазать. А может и нет. Не знаешь, как получится. А, сейчас я разведу грязь-то тут. Конец октября. На улице 25 градусов тепла. Красота. Так, пока тут занималась этими делами, нашла перегоревший чайник. Сейчас я вот в него и пристрою. Цветочек этот. Так, ну ладно, пусть постоит. Стечет с него лишнее. Я его как-нибудь потом пристрою. Ну вот. Вот. Неудобно одной рукой. Сейчас я их вытащу все и покажу. Ну вот, что получилось. Да, есть, конечно, изъянчики, дырочки. Ну, их покрасим. Сейчас я их ножичком обработаю. Ну, края вот эти вот. Вот. И пусть они досыхают. Потом я буду их красть. Цветочек тряпочный потрескался, к сожалению. Придется дать ему высохнуть как следует. И еще раз промазать. Ну вот, конечно, много дырок. Я все-таки в следующий раз сделаю пожиже цемент, чтобы он нормально залился. Потому что, ну, много всяких дырок. Так, ладно, пусть они досыхают. Я их потом еще зачищу шкурочкой. Вот эти вот места. Покрасим, посмотрим, что получится. Ну, будет совсем, если уж страшно. Значит, переделаем. Высохли мои насекомые. Я их загрунтовала. Но снимать не могла, потому что, во-первых, нужно ее держать. Видите, они какие толстые получились. Вот я об этом не подумала. Что они будут такие толстые, поэтому тяжелые. Вот. То есть, одну руку держала, другую красила. Ну что, пусть сохнут теперь. Не знаю, погода изменилась. 15 градусов всего. Влажность. Ну ладно, потом будем разрисовывать, когда высохнут. Ну вот и подходит к концу. Вот нужно докрасить этих насекомых. Немножко осталось. Вот этого я сейчас покрою лаком. Вот у меня есть вот такой лак. Универсальный, акриловый. Сейчас я вот его... Она уже высохла, это божья коровка. Видите, неудобно тут одно. На улице дождь. А у меня живет вот такая красота. Я не добивалась никакой похожести. Так, лишь бы яркие были. Ну вот эти, по-моему, вполне узнаваемые. И божьи коровки тоже. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!